В этом видео мы быстро рассмотрим обработки, которые я использовал. Видите, как для куплета, так и для припева использованы одни и те же плагины, только они настроены слегка по-разному. Об этом я подробно расскажу в одном из следующих видео. А пока рассмотрим обработки на одном из каналов. Пусть это будет куплет. Пока будем слушать без эффектов. Только одни обработки. Начнём по порядку. Так, поставлю луп, чтобы не прерываться. Это корректировочный эквалайзер. Он решает частотные конфликты вокала с остальными инструментами микса. Далее идёт ещё один эквалайзер, который улучшает читаемость вокала в миксе и слегка добавляет гармоник, обогащая звучание вокала. Затем идёт эксайтер, обогащающий высокие частоты. Появляется песочность, которую так любим мы и наши слушатели. После чего идёт новый плагин от Waves. Это один из каналов аналоговой консоли. Эта вещь здорово обогащает вокал и другие инструменты. Обязательно попробуйте её. Далее идёт компрессор AirVox. Он позволяет выдвинуть вокал на передний план. После которого работает диэсер, смягчающий свистящий согласный. Ещё один компрессор, делающий исполнение более гладким, однородным. После которого работает эквалайзер. На нём я добавил теплоту, которую мы могли потерять ранее. А также усилил верхнюю середину и высокий. Давайте послушаем соло. И напоследок. Вот такой вот компрессор. Sidechain compressor. Срабатывающий тогда, когда этот порог в минус 20 дБ превышает только та частота, которая обозначена здесь. Этому компрессору будет посвящено отдельное видео. Вот такие обработки. Показывая воздействие обработок и эффектов на звучание, я буду говорить вам, для чего настроил плагин так, а не иначе. Всё это для того, чтобы вы смогли в любой ситуации применить верную технику, воспользоваться правильным приёмом, решая ту или иную задачу. Это откроет вам дорогу для своих экспериментов, для поиска своего уникального звучания. Увидимся в следующем видео, в котором я расскажу о корректировочном эквалайзере.